Ну давайте обсудим это с Абабакаром Янгулбаевым, он подключился к нашему эфиру. Правозащитник Абабакар, здравствуйте. Да, добрее. Вот у вас для начала о чем хочется спросить. Ведь раньше и российский какой-то establishment, и чеченский, если были санкции со стороны Евросоюза, США, каких-то других государств, ну у них было принято либо не замечать это, либо высмеивать там. Да, давайте еще санкции, больше санкций, богу санкций и все такое. И здесь Кадыров, судя по всему, показывает, что для него санкции против его матери, они значат много. Можете найти там какое-то объяснение, почему его, извините за такое слово, это так запаривает? Такая поверхностная причина, скорее всего, он занимается позорством, что вот он будет защищать на самом деле честь своей матери, что вот она попала в некий такой список. Вроде бы до этого у него риторика была вокруг того, что это, наоборот, признак для гордости быть в списке санкций США или любой другой западной страны, наоборот, это как награда. До сих пор это преподносилось так. А сейчас он это преподносит как оскорбление его матери. И это некое такое противоречие. И вместе с этим он говорит, что ссылается на то, что вот вы внесли ее в список санкций, то и не потому, что она что-то делала, что вот она не занималась политикой, ничем, а вот из-за меня, да, но при этом сам. И поэтому он считает, что лидеры западных стран – это, как он сказал, быдло, черти и нечисть. Но при этом он сам похитил, например, мою мать, только лишь из-за моей деятельности, деятельности сыновей моей матери. И все. Получается, по его же риторике он сам тем, то, что он назвал. А такая вот более скрытая причина запрещается в том, что его мать, она директор благотворительного фонда Ахмата Кадырева, в честь Ахмата Кадырева. И через этот фонд проходит, аккумулирует очень много финансов, в том числе преступных ценных бумаг, коррупции и так далее. И с ним завязаны многие бизнес-формы Кадырева, через в том числе не западные, а арабские страны. А, как известно, попадает в такой список. В целом это имеет влияние и на активы, которые находятся во взаимосвязях. То есть международная экономика, она международная экономика. И арабские страны в том числе должны быть в международной экономике. И таким вот образом, так скажем, он защищает честь не своей матери, а честь своей монеты. А вот такому нюансу, как поведение и состояние Кадырева, вы придаете какое-то значение? Понимаю, что то, что он говорил, это скорее позерство, судя по всему. Но вот это его состояние. Потому что у меня есть немножко знакомых с Чечней. Вот у них какие-то есть подозрения, что ему осталось недолго. Есть ощущение, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Кто-то вчера писал, что наркотические какие-то у него, судя по всему, пристрастия. Вы этому придете значение? То, в каком виде он вчера записывал это видео? Ну, вообще, в Чечне ходят слухи. Опять же, я не продаю такого сильного значения слухам. Но основной, главный слух, который ходит по Чечне, и все его ожидают, то, что он болеет раком. И вот поэтому он пользуется болеутоляющими, другими сильными веществами, для того, чтобы спать поспокойнее и без боли. Ну, и в целом жить без боли, оставшуюся жизнь. Вот это, опять же, никаких медицинских подтверждений этому у нас нет. Но вместе с этим другие независимые журналисты уже писали, например, та же новая газета, писали о том, что да, действительно, у него есть заболевание, которое повлияет в итоге на его целость и сохранность. Но при этом мы не можем не учитывать то, как он выглядит, что каждое его новое появление, он еще более раздутый, и такое ощущение, что в итоге он взорвется. При этом он любит эти видео на беговой дорожке, где он красиво бежит еще и скорость какую-то развивает. Но, тем не менее, к этим видео тоже есть вопросы. Последний вопрос, который я вам хочу сегодня задать. Опять же, многие пишут об этом, что Путин устранил пригожно, поскольку он был неудобен ему. И вот кто-то там отметил, что А вот Кадыров теперь едет на поезде вместо того, чтобы летать на самолете. Это, видимо, потому что он там боится за свою жизнь. Опять же, считаете ли вы, что в нынешнем состоянии Путин может убрать пригожина, вот прям пустить его в расход, прям убить, если он там будет лететь на самолете и что-то такое сделает? Действительно, он так неудобен Путину? Вы имеете в виду Кадырова? Ой, извините, да-да-да, простите, да, Кадырова. Я оговорился, да. Может ли Путин действительно убить Кадырова, потому что вот говорят, что Пригожин был неудобен, могут и Кадырова также убрать, поскольку он неудобен. Пока я не вижу никаких очевидных знаков для того, чтобы Путину Кадыров как-то мешал. Наоборот, Путин использует Кадырова в качестве одного из рупора войны. Он через него также пытается наладить связи с арабским миром, больше искать союзников. Для него такая небольшая козырь, исламского оттенка, для того, чтобы вот показывать, искать больше союзников и сказать, что вот мы не так далеки, например, с тем же арабским миром, и плюс с этим манипулируя через него на то, что вот Америка главный враг. И пока, я полагаю, он нужен Путину, и на самом деле ничего против Путина. И теперь даже у Министерства обороны, который ничего не делает, у него было пара заявлений, и после этого он, наоборот, назаявился так много в пользу этого же Министерства обороны, того же Шойгу, очень много занимался заблюдством, открытым абсолютно. Но вот, да, будет опасаться, конечно же, будет еще более осторожным и еще более лояльным. Спасибо большое, Абубакар Ингулбаев, правозащитник был у нас в эфире. Спасибо вам большое, Абубакар, за аналитику. Привет, друзья. Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Становитесь спонсором канала здесь, на Ютубе, либо на Патреоне. Спасибо вам, и до новых встреч!